День 1 Ну значит это, большая часть экспедиции будет проходить по кротовьим лазам 14 последних лет я изучал подгималайские пространства и пришел к выводу, что они прямо испечлены этими лазами Здесь водится знаменитый гималайский крот Крот он же как? Вгрызся в породу и пошел И тут он либо с другой стороны выйдет, либо, ну если правильное направление выбрал Либо взрываться будет взрываться, ну пока не подогнет А и как же вы будете двигаться по этим лазам? Ну сначала хотел кротов приручить, чтобы они мне дорогу показывали Но животное оказалось злющее, прям свирепое, а Наверное потому что слепое, вот и злится на весь белый свет Вот поэтому поеду на куничьи упряжки Куничьи приручить можно, с ними вообще можно делать разные вещи Хорошие, ласковые существа, без этой вот присущей кротам жестокости Вот только вонючие, вот, ну ты ж чуешь, корреспондент Да, и как будет проходить экспедиция? Ну значит первый бежит куница-разведчик и оповещает об опасности специфическим запахом Ей же страшно, вот, потом упряжка из 37 куниц А дальше я на специальной деревянной подставке с роликами, привязанной Я же специально похудел на 50 килограмм Потому что кротовий лас, он же в диаметре не более 40 сантиметров Ну, извини, корреспондент, завтра с утречка старт Пойду намажу себя маслом, чтобы легче скользить по лазам День второй Мы продолжаем серию репортажей о попытке конюха Федорова пересечь Гималайи под землей на куницах Перед нами кротовый лас, в который через 10 минут упряжка из 37 куниц унесет нашего отважного соотечественника А вот он, обернутый в фольгу и обмазанный машинным маслом для лучшего прохождения узких участков Скажите, конюх, а чем вы будете там дышать? О, ты спросил, корреспондент Ртом я буду дышать, ну, ну, может еще и носом И потом, я ж могу и не дышать А что мне сделается? Вот куницы, они другое дело Правда, я здесь в каждую закачаю кислород с помощью ручного насоса Потому что ножным нельзя, может повзрываться И им достаточно, вот А как не будет хватать кислорода, они и так понесут к выходу, что только держись, да А потом они же от закачанного кислорода легче становятся И опять же, эйфория! Вы чувствуете себя полностью готовым к экспедиции? Да, чувствую Тут же главное мазь подобрать, правильно Вот, чтобы лазы проходить без потерь времени и человеческого материала Принцип, ну, вазелина А какие опасности подстерегают вашу экспедицию в пути? Честно, опасаюсь кротов Они нападают всегда из-под тяжка и очень зверствуют Знаешь, одному руку отгрызли от туловища, соответственно Нафиг, ага, пытали Все хотели узнать, куда это вверх Вот, у них же вестибулярный аппарат атрофированный Потому и живут под землей Не знают, куда вверх А что с собой возьмете? Флаг России, да, фонарик и книги обожаемого моего автора Толстого Тридцать томов Алексей или Льва? Чего? Алексей или Льва? Да, мне все равно Со всей России вам пишут, желают удачи А вот подарок с Урала Пятилитровая бутылка водки Конюх Федоров Кедровая Видите, написано Настояно на шишках, набитых Конюхом Федоровым Пока он продирался сквозь Кедровую рощу О-о-о, да, откладывается экспедиция Так сказать, по техническим причинам Куниц поддуть, ролики смазать, письмо жене написать Я ее уже 27 лет не видел, ага, беременная тогда была Надо же узнать, кто там родился А как ее зовут, кстати, а, не помнишь? Гималай, день третий Скажите, Конюх, сколько времени будет продолжаться ваша экспедиция? Трое суток Потому что если больше, то есть возможность задохнуться к чертовой матери А такой задачи я перед собой не ставлю, нет А во имя чего вы собираетесь совершить этот подвиг? Во имя России, конечно Да и дома особенно делать нечего Ты у меня во внешних выволочках бывал? Вот то да И вот исторический момент Упряжка из 37 куниц въезжает в кротовий лаз Унося за собой нашего отважного соотечественника Обернутого в фольгу и обмазанного машинным маслом для лучшего скольжения Поехали! Буквально через 10 секунд мы свяжемся с путешественником На груди которого установлен наш микрофон А пока скажу, что открыт прием заявок на спонсирование следующей экспедиции Конюха Федорова Он пройдет в одиночку сквозь гарлем с плакатом «Белые намного лучше черных» Ну что ж, пора Алло, 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 алло Конюх Федоров, слышите меня? Да куда ж я денусь? Ну, как там у вас? Да все в порядке Не видно, правда, ни черта Но это так и задуманно Хорошо хоть компас есть Но пока его тоже не видно Потому что фонарик в заднем кармане А я на нем и еду На заднем кармане? Ну да, доска же отвалилась Когда куницы понесли Что там у вас? Да все, корреспондент, извини У меня тут твердая породка пошла Гималай, день четвертый Мы продолжаем серию репортажей о попытке Конюха Федорова пересечь Гималай под землей на куницах Наш датчик показывает, что он сейчас находится в пяти километрах от места начала путешествия В двухстах метрах под уровнем моря Алло, алло, прием, слышите меня? Да слышь мне, Ари, последних куниц распугаешь Как у вас дела? Что с куницами? Куницы в большинстве своем живые Хотя многие, конечно, мертвые, но все равно бегут Потому что куда им деваться-то, да? Вот, сам в порядке, да Только кочек много И потому при прохождении узких участков кротовьего лаза Немного стесал себе нос и уши А также слегка поменялась форма черепа Ну, то есть раньше была хорошая, а стала плохая И нифига, конечно, здесь не видать Вы собирались провести там ряд научных исследований, получилось? Ну, это, конечно, делов-то Значит, это, успел взять пробу грунта Ну, что сказать, невкусный грунт Ну, есть можно, но не нужно Да, и этому зоологу на заметку Куниц в темноте не видно А сами по себе они не светятся Надо было бы их фосфором намазать Догадываюсь об их присутствии только по характерному запаху Ох, ты ж, ёлки, а, застрял Сейчас, я сейчас Ох, ты ж, ёлки, а, застрял Сейчас, корреспондент, я сейчас Фу, чуть ноги не оторвал, а Вот что бы я тут делал, если бы они оторвались и уехали А я бы тут остальной остался Слушай, корреспондент, ты кислородную попу видишь? Вижу О, ты шланг, лаз, встать и включай Может, меня давление на улицу вынесет? Ну, принцип пробки я это называю Ну, включил О, а, ух, ты ж, ёлки, а, как понесло, да Встречай, корреспондент, с другой стороны Путешествие первое, Гималай, день пятый Мы находимся у самой южной точки подножия Гималаев Рядом с широким кротовьим лазом Из которого, по нашим расчетам, должен появиться Великий русский путешественник Конюх Федоров А вот мы слышим звук, приближающийся упряжки И... Давай, милые, давай, чуть-чуть ещё И вот из лаза появляются всего три куницы, которые тащат за собой остатки снаряжения А где же наш путешественник? Так кто ж я, корреспондент? Конюх, где вы? Да вот, это меня поколдобило немного Дай закурить Конечно, конечно, сейчас А куда, простите? Ну, туда, откуда слышно О, хорошо Ну, пару слов, сразу после вашего выдающегося подвига Чтоб я ещё раз? Да никогда в жизни! Ну, так всегда бывает Это знаменитый постэкспедиционный синдром Вызванный пятикратным уменьшением в размерах Обезвоживанием, обеспищиванием и обескоживанием организма Но уже через несколько дней Конюх ждёт новая экспедиция Да пошёл ты в жопу, корреспондент Иди сам путешествуй, куда хочешь Положи меня в ванночку и полей водочкой И убери куниц Не могу их больше видеть Итак, на наших глазах установлен новый мировой рекорд Нас должен следить за дальнейшими подвигами Великого русского путешественника Конюха Фёдорова Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»